Город Сморгонь Город Сморгонь Город Сморгонь Ну и вот такое хорошее начало для Сморгонь Но Бобручанка не смогли противопоставить И по-настоящему серьезного создать у чужих ворот И здесь сразу же удар В игру вступает Анна Бондаренко Которая Я думаю на одном забитом мяче она не хочет сегодня останавливаться Но вот такое классное празднование Мы уже увидели Передача в центр Попытку удара Изали перед собой Здесь отбивает Анна Бондаренко И сразу же этот мяч забирает в руки. Анастасия Беленькая снова длинную передачу делает вперед. Там свеча от Курлович. И такой вот удар издали. Сегодня вот действительно на позиции опорного полузащитника она действует. Савченко. И вот видим, Савченко там испытывает болевые ощущения. Тем не менее, атака с Маргони продолжается. Удар! И вот такую обидную ошибку допускает Анна Бондаренко. Которая против Могилева очень приятное впечатление оставила. Ну а мы будем дожидаться повтора. Виктория Натяткова, кстати, сегодня не очень заметна. Думал я, что на ближнем, а на фланге для нас будет располагаться об этом чуть попозже. Здесь хороший удар от Елизаветы Болотяновой. Но атаки своей команды развивать. И видим, что техника передач, техника приема мяча позволяет это делать. Однако этого недостаточно пока для того, чтобы по-настоящему опасные эпизоды создавать перед воротами Сморгони. А вот Сморгонь идет штрафной удар здесь издали. Ну и вот, наверное, первый такой опасный эпизод для Горбунова. Очень сильно не хватало в матче. Как раз-таки против Могилевой. Опасный эпизод здесь у Бобруйчанки. И... Мяч оказывается в чужих воротах. Казалось, что Валерию Кунцевич уже догнали. Что Анастасия Беленькая вот-вот этот мяч перехватит. Тем не менее, Бобруйчанка делает счет 2-1. Кучинская даже руку не поднимает. Возможно, импровизирует. Сейчас и есть здесь удар. Как раз Анисковцева. Перехватывает. Она не получается у нее мяч сохранить. И развивается атака Бобруйской команды. Анисковцева с мячом. Играет она на фланг. Там подключается как раз-таки Цибульская. Цибульская делает прострел. И вот, наверное, первый раз в игру по-настоящему вступает. Опередить сборную Гомельской области. Сборную. Точнее, просто. Динамо Брест. Но об этом чуть попозже. Потому что здесь очередная атака с Маргони. Опасный эпизод. Но этот мяч не будет засчитан. Ну и Кенда. Вот как раз-таки играет больше на сохранение мяча. Точно она делает передачу. Мяч на фланге. На Титкова. Навешивает опасный эпизод. И какой сейф будет добивание. Где там мяч? Мяч все-таки оказывается в воротах. Несмотря на все старания Анны Бондаренко. Ну и, конечно, в чужой штрафной здесь Елизавету Болотянову забывают. Наверное, хорошо, что не весь матч такие порывы. Но, тем не менее, больше 10 минут команды еще вынуждены будут так действовать. Попутный ветер для Бобручанки. Судя по всему, да. Судя по тому, в какую сторону этот мяч катился. Опасный эпизод. Анисковцева бьет. И после рикошетов мяч отправляется на угловой. Подает. И ошибается здесь Брилева на выходе. В штрафную. Так и происходит. Кучинская навешивает. И здесь Анисковцева снова с мячом. Получается, у нее мяч контролирует. И снова блок. Так, танцовка Логинова с мячом. Будет наверняка навешивать. Нет, прострел Низом. Анисковцева продлевает здесь навесом. И где же удар от Бобручанки? Нет. Удара здесь не последовало. Вот, возможно, сейчас Анисковцева бьет. И есть забитый мяч. Все-таки Бобручанка на этот мяч наиграла. Но зафиксировано. Игру в атаке полностью. На их плечах находится Шестилене. Мяч перехватил. И снова Логинова. Снова одна на левом фланге. Правым для себя удар. И счет становится 3-3. И Горбунова оформляет дубль в этом матче уже на 88-й минуте. Ничью в этом матче поделить. Последние секунды. Заканчивается матч. Спасибо, что смотрели его вместе со мной. Для вас игру комментировал Павел Курилович. До свидания. До новых встреч на женской высшей лиге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова